Донатеса Баниониса Сегодня в нашей передаче мы напомним вам о лучших театральных и экранных созданиях Донатеса Баниониса Но смысл этой встречи с замечательным артистом все-таки в ином Мы хотим проникнуть в творческую лабораторию художника, составить его портрет Каждый художник это тайна, и в личности Донатеса Баниониса она безусловно существует Сегодня мы попробуем, если не раскрыть ее до конца, то хотя бы прикоснуться к ней Кинематограф открыл многомиллионные аудитории актеров театра из небольшого литовского городка Поневежиса Этот театр создал и долгие годы руководил им режиссер энциклопедической эрудиции глубокого дарования Соученик Жанна Вилара и Жанна Луи Баро Юозас Мельтинис Мельтинис воспитал блистательную плеяду актеров А Донатес Банионис по своей популярности был, пожалуй, первым среди равных Но в последние годы его редко увидишь в павильонах кино и телестудий После ухода Мельтиниса из театра Банионис, по желанию коллектива, становится главным режиссером Поневежского театра Отказываясь от многочисленных кинопредложений Мы застали его в театре, когда он репетировал пьесу молодого белорусского драматурга Алексея Дударева «Вечер» Пьесу о святая и святых нашей жизни, о любви к земле, на которой живешь А неизменны ценности бытия человеческого Если просмотреть всю историю искусства Тогда мы всегда найдем в нем, в искусстве, ту задачу Как будто бы очеловечит человека Потому что от того зависит наш мир Зависит все человечество По-моему, самая главная задача искусства Вот где-то раскрыть мир, показать, какой он есть Показать точно, показать посредством искусства Через эмоции взволновать человека, зрителя Взволновать, и чтобы он подумал бы, что он видел Что он видел в театре, что он видел в кино, какие картины он видел И вот в этом я вижу миссию художника Вот насколько он это освоит, насколько это понимает Может быть, не столько иногда умом, сколько своим сердцем Своим даже подсознанием, если это он чувствует, понимает И тогда его искусство имеет смысл Имеет смысл для прогресса, для человечества Для того будущего, о котором мы мечтаем Ну что ж, познакомимся Какие у тебя отношения с советской властью? Нормальные Я никого не убил, меня амнистировали Это я знаю Почему ты связался с Домовым? Такое было время Какое такое? А почему ты вышел из леса? Ясно Что ясно? Отца пожалел И себя? Да, и отца Где работаешь? Где придется, на мельнице, при дороге Нет здесь работы, а в город не пускают Дадим тебе работу Иди сюда Иди, иди Садись Садись Так вот Будешь председателем в нашей деревне Бери Жалование положим Как подобает Проворвешься, карать будем Значит, договорились Нет Нет Не сумею Мы поможем Не станут меня люди слушаться От тебя будет зависеть, председатель Только от тебя Войткут Могу оставить тебе трех милиционеров Хватит? Хватит У Булата Акуджава Есть такая песня В которой он признается, что он дворянин Сарбатского двора Так вот Мы с Донатусом Баньонисом Дворяне с одного Кауновского двора Мы Повстречались и узнали друг друга Еще в те времена, когда По всей вероятности Ни он, ни я Не знали, чем мы вообще будем заниматься в жизни И Вряд ли могли предположить, что Наши Так сказать Биографии Трудовые биографии Пересекутся Потому что он был немножко старше меня Он в те времена учился в таком училище Которое По сегодняшним временам называлось бы ПТУ Он был керамиком Ну, а потом Потом, значит Пришла война Она раскидала нас И мы уже в этот двор Не вернулись Он Когда я вернулся После войны То есть в конце войны В Каунас Я стал учиться в гимназии А он уже был актером Паневежского театра Я впервые ее увидел В году, наверное 58-м После войны Это было в небольшом городке Где мы снимали Картину Живые герои А Паневежский театр Тогда только набиравший силу И, так сказать Свою славу Приехал туда В этот маленький городок С С гастролями Я тогда подумал, что По всей вероятности Ему Суждено быть Актером известным Что Не замедлило Случиться Участие Банюниса В картине Никто не хотел Не хотел умирать С одной стороны Это было Действительно Огромной Удачей Для картины А с другой стороны Мне кажется Что это была Огромная удача Для самого Банюниса Вряд ли я открою Большой секрет Если я скажу Что Банюнис Это очень одаренный актер Но в данном случае Он Мне кажется Что он попал На такой материал На котором Так сказать Ну В общем О котором Любой актер Может мечтать Это был Весьма трагический образ Образ Противоречивый Очень И вот Мне кажется Что Донат Избанюнис По своей актерской природе Он как раз Тяготеет К подобного рода Образам И они Наиболее Близки ему И человечески И поэтому Наиболее Удачны Бывает на экране Знаете Он сыграл Такую Огромную Галее Портретов В кино Что Пожалуй Каждый Из этих Портретов Мог бы стать Гордостью Любого актера Но Мне кажется Что Председатель Ваиткус Которого он сыграл Никто не хотел умирать Ну Может быть Потому что Я тоже Там принимал Часть Что Вот это Это Этот его образ Он В общем-то Ведущий В его Актерской биографии Постой Слышь он Поворовался Вот ключи Печать Я ведь Уж Не хочешь Обязан это вернуть Правда? Не знаю Так ты Погоди Не надо Не надо Надо Актерской биографии Актерской биографии Это Постой Актерской биографии Актерской биографии Акперская биография Продолжение следует... Продолжение следует... Честным... Нужным... Донатыш, еще недавно вы говорили и писали о том, что ощущаете себя прежде всего артистом и не собираетесь заниматься режиссурой. Но прошло немного времени, и сейчас вы возглавляете Паневерский театр, театр, имя которого связано с легендой в нашем искусстве. Как это произошло? Что изменилось в жизни? Почему вы взяли на себя это бремя, я бы сказал? Взяли на себя эту ответственность? Вы знаете, когда ушел Мельтинис из театра, ушел на пенсию, у нас создалась такая ситуация, что мы стали думать, а что будет дальше? Потому что столько лет проработали с Мельтинисом, он руководил театром, он нас учил, режиссировал, он был как и воспитателем. А дальше как-то думаем, а что будет дальше, что нам надо делать? Ну вот, были разные варианты пригласить режиссера, может быть, другого, думали об этом, что может быть, из другого театра, может быть, просто так свободного, какой-нибудь режиссера. Но все это так как-то показалось нам, что это все не то, что нам нужно. Мы хотели как-то продолжать ту линию, которую наметил нам Мельтинис. Ну вот, коллектив собрался после трех месяцев таких исканий, и вот решили, что я должен стать как бы руководителем театра. Ну, как можно назвать главным режиссером. Но моя специальность, конечно, не режиссера, а я актер, поэтому я как-то не очень-то это понимал, что как я должен это делать. Но, знаете, жизнь есть жизнь. Иногда говоришь, что не будешь так делать никогда, а вот случается и делаешь, потому что заставляет те обстоятельства, о которых ты и не думал раньше. Вот такие вот, такая была ситуация. Но я решил не столько работать как режиссер, а больше как, ну, как, ну, выполнять волю нашего коллектива. Вы артист с огромным опытом и человек, который мы тоже многому, многое видели, многому научились. Я думаю, что это естественно, когда артист такого масштаба начинает думать о самостоятельном пути в режиссуре тоже. Ну, вы знаете, я не очень люблю эту профессию. Да, это, знаете, это вот как будто бы не моя. Да, я работаю с актерами, это мне нравится, потому что я как актер как будто я вижу, что можно сделать. И могу я посоветовать, и кое-что, может быть, подсказать, как делать. Но когда надо всю организацию это делать... Это всегда несколько сложно, но, знаете, судя по вашим работам, которые мне удалось видеть, по вашим режиссерским работам, и мне кажется, что какие-то заветы Мельтиниса существенные в них сохраняются. Ну, в частности, та фраза, которую в нашем разговоре в одном вы повторяли не раз. Надо думать не о всеюминутном, а о вечном. Надо думать не о моде, а о... Там, как будто бы говорится, что ищите не новое, а ищите вечное. И вот, это операция из Сиралио премьера. Мы увидим, что вырышка мелья из рейкшта в оке. О, я уже сурдута, эта прога, усивилкос, я убинкесненья, как бы когда. Когда в музыке, то я весьма оттекал ее опера. Пьеса английского драматурга Питера Шеффера Амадей на свой лад трактует отношения между Моцартом и Сальери. Завистник Сальери, придворный композитор, очерняет Моцарта при императорском дворе, заставляет его терпеть нужду и лишение. Но когда убеждается в том, что не способен противостоять гению, сам приписывает себе отравление Моцарта, полагая, что таким образом имя Сальери, пусть и проклятое всеми, сохранится в истории. Субтитры создавал DimaTorzok Моцарта Я не буду вас сейчас мучить и спрашивать о том, что вам дорого как режиссеру, но у вас огромный актерский путь. Что вам дорого как актеру? Какие роли в вашем творчестве вам кажутся самыми дорогими и самыми важными? Ну, вы знаете, смотря с какой стороны посмотришь, ну, если сказать, какие... Вот первая роль в театре, она мне очень дорогая, потому что я первый раз вышел на сцену и играл мальчика... В каком спектакле? Это «Поросль». Чья пьеса? Бинкеса, литовская пьеса, это было 43 года тому назад. И она у меня как-то получилась, потому что это было легко играть, как будто бы я сам играл. Я в предлагаемых обстоятельствах, если использовать термин «Поросль». Это моя жизнь, как будто бы тоже. Я школьник был до того, как только что я пришел со школы и так далее. Поэтому было приятно играть. Я вспоминаю вот это волнение, вот этот момент, когда там играешь и чувствуешь, что ты живешь. И вот как-то и слезы текут тебе, потому что это греет, вот эта роль. Вот ты хочешь передать то, что вот на душе. И как будто бы я сейчас вот живу. И вот мой партнер, Бледис, был тоже... Это было в «Поневежесе»? В «Поневежесе» уже. Да, уже начал я в «Поневежесе». Профессиональную работу. Так это можно назвать школьную профессиональную. Я уже был актером-кандидатом принят. Актер-кандидат. И уже первая роль. Это прошло три месяца после моего вступления. И вот этот момент, какой-то момент истины какой-то. Не знаю, что такое. Профессии-то не было, ничего. А вот момент истины, когда чувствуешь, как все забываешь, а у тебя там уже ведет тебя роль. Ты не думаешь почти. Что там думать было в то время. 16 лет у нас. Но она ведет. И уже сама пауза получается там, где нужно. Не технически. Интонация такая уже нужна. Не надо никакой школы тогда. Просто и живешь. Вот эта роль дорога. Но потом прошло время. Пришлось играть уже и потруднее роли. Но я хотел бы сказать, что где-то раньше у меня некоторые роли тоже получились. В роли. Это Павка Корчагин. Ну, это тоже, как сказать, не сразу эта роль пришла. Но она пришла мне через 10 лет после моего прихода в театр, примерно. То есть это начало 50-х годов. Да, да. Ну, а потом, конечно, вот эти великие роли, большие роли, которые мне предложили Мелькинис сыграть. И вот они, конечно, и сделали из меня актера. Там я научился, научился не только что играть. Это не то, что ремесло. Но я научился, может быть, понимать этих людей, вот, которых я играл. Это уже не Павка, не Ясюс, а это Тесман, это Вилли Ломан, это Бекман из Борхерта. То есть играть как бы других людей. Да. Потому что, скажем, первый ваш герой или Павка – это по самочувствию люди вам близкие, по возрасту были очень близкие. А в ролях, о которых вы сейчас говорили, вам приходилось создавать совсем иную внутреннюю среду и новый герой, и иные характеры. Правильно, правильно. Вот там, и, знаете, надо было изучить и почувствовать вот мировоззрение этих людей. Это уже очень существенная работа была. Но это, конечно, Мелькинис мне очень, не то, что помогал, просто меня учил. И он часто говорил, что играть не так важно уметь играть, сколько важно понять вот этих людей, понять вот эти мысли, которые заложены автором, их освоить, вот эти мысли, чтобы они были твои, а потом как бы-то добавить еще от себя. Как ты это комментируешь, как ты это делаешь? Так вот, я считаю, что это самая высшая школа была для меня. У Мелькиниса, когда он говорил, что не надо уметь играть, надо уметь понимать их, этих ролей, этих людей, этих персонажей, как мысли. Пляска смерти Августа Стринберга – одна из лучших постановок Йозеса Мелькиниса, где Донатас Банионис сыграл одну из лучших своих театральных ролей – роль капитана артиллерии, коменданта морской крепости, расположенной на острове, где он ведет непрерывную, уничтожительную войну со своей женой, бывшей актрисой. В семейных баталиях по-своему отражаются те конфликты, что разбирают мир за пределами круглой сторожевой башни. Прости меня, Алиса, и пойди сюда. Пойди скорее. Это самый негодный, самый вероломный человек, какой я только встречал в жизни. Знаешь, ты все-таки мужчина. Слушай, Алиса, я долго не проживу. Что? Это сказал врач. Значит, и все прочее тоже неправда? Неправда. Неправда. Дед, каш подарю. Что я сделал? Все, все можно изменить. Нет, этого изменить нельзя. Все можно, если вычеркнуть предыдущее и пойти, пойти дальше. Но телеграмма, телеграмма. Какая телеграмма? Мы отвержены. И надо же было этому случиться. Я взорвала на воздух себя, нас. Все было бы забыто. Все было бы прощено при твоем великодушии. Все было бы прощено. Да что есть такого, чего нельзя простить, и чтобы я тебя не простил? Ты прав, но изменить нельзя. Не могу угадать. Хотя и знаю твою изобретательность в злобе. Но если бы можно было от этого избавиться, я бы стал за тобой ухаживать, Эдгар. Но только смотрите, куда я попал. Поверь мне, никто теперь не может нам помочь. Кто может? Не знаю. Подумай, что будет с детьми, имя которых обесчещено. Ты обесчестил имя? Не я, не я. Им придется оставить школу. И когда они выйдут в жизнь, то они будут так же одиноки, так же озлоблены, как мы. Ты Юдив там не застал? Понимаю ли я теперь? Нет, но зачеркни это. Несчастье разразилось над нами. Не слушай ее. Я не стану слушать. Успокойся, не слушай. Я закрываю уши, Алиса. Боже, помоги нам. Приближается расплата. Миновало. Как хочешь, дитя мое. Ты так не говорил бы три дня тому назад. Не говорил бы так. Почему же теперь? Да, мой друг, когда я свалился в первый раз, то я был точно по ту сторону могилы. То, что я видел, забылось, но впечатление осталось. Какое? Надежда на лучшее. Лучшее? Да, я не думал, чтобы это была сама жизнь. Это смерть или ничто худшее. А мы, а мы имели одну задачу, по-видимому. Мучить друг друга. Так мне кажется. Мы достаточно мучили друг друга. Да, я думаю. О, наш дом. Может, уберем его? Очистим. Очистим его? Да, если это возможно. За день тут ничего не сделаешь. Так за два дня, за много дней. Будем надеяться. Ты на этот раз не освободилась и не засадила меня. Да, я знаю, ты хотела посадить меня в тюрьму, но я это зачеркиваю. Ты делала вещи гораздо хуже. И я был невиновен в растрате. Теперь я должна сделаться твоей сиделкой? Да, если хочешь. Что ж мне делать иное? Не знаю. Вечная мука. Неужели нет конца? Есть. Если у нас будет терпение, может быть, наступит смерть. Тогда начнется жизнь, если бы так было. Так ты думаешь, Курт лицемер? Да, думаю. Я не думаю. Но все, кто приближаются к нам, становятся подлыми, злыми и уходят. Курт был слаб, а зло сильно. Смотри, как мелочная жизнь. Прежде люди были. Теперь только грозят. Я почти уверен, что через три месяца мы будем справлять серебряную свадьбу. И Курт будет при этом. И Герда, и доктор будут у нас. Начальник арсенала будет говорить речь о командиру батареи и кричать «Ура!». Насколько я знаю, полковника, он сам напросится на приглашение. Ты смеешься. А вспомни серебряную свадьбу Адольфа. Супруга должна была надеть кольцо на правую руку, потому что супруг при нежном объяснении отрубил ей ножом палец на левой руке, на котором было кольцо. Ты плачешь? Нет, ты, кажется, смеешься. И что лучше, вернее, об этом не спрашивай меня. Я прочел на днях в газетах, что один человек семь раз разводился и семь раз женился. И когда ему исполнилось 89 лет, он убежал и женился снова на своей первой жене. Вот это любовь. Что такое жизнь человека? Нечто серьезное или забавное комедия? Этого я не могу понять. Если жизнь шутка, то она может быть мучительнее всего. А если нечто серьезное, то кто-то приходит и одурачивает тебя. Пример Курт. Хочешь справлять серебряную свадьбу? Хочешь? Скажи, да. Они будут над нами смеяться. Что за беда? Мы будем смеяться с ними? Или будем держаться серьезно? Как получится? Итак, серебряная свадьба. Серебряная свадьба. Зачеркнуть и дальше идти. Идем дальше. Актер в театре, я считаю, что самое главное. Как говорится, ты можешь положить маленький ковер, выйти один или двоем, и это уже театр. А ты можешь там оформлять, и без актера это будет не тот, мне кажется, театр. Может быть, интересная форма, интересная декорация, музыка. Если не будет настоящего актера, если он будет только марионеткой, ну да, это театр, но не вот, не этот театр, который меня волнует. Я, ну, посмотрю, да, изобретатель, и все. А когда человек вышел на сцену, когда я вижу его волнение, когда он краснеет, когда он переживает, это меня убеждает больше и раскрывает мир человеческих отношений больше, чем, скажем, любви, какие-то находки внешние. Знаете, сейчас постоянно спорят о том, хорошо ли, что актеры театра работают в кино, или наоборот, могут ли артисты, снимающиеся только в кинематографе, играть на театральных подмостках. У вас огромнейший опыт. Что вы думаете по этому поводу, о связях между театром и кинематографом? Ну, вы знаете, я имел счастье, большое счастье, что уже начал сразу у, ну, хорошего режиссера. Вы понимаете слово «хороший режиссер», что такое? Не нужно такое объяснять. Ну, у хорошего режиссера, это уже Лакевича сам. Я начал первый фильм, я снялся у него, фильм назывался «Адам хочет быть человеком». Я не сказал бы, что там мне что-то дал кино. Наоборот, кино мне там показалось, что только он все путает меня. Я не знаю, что делать. Потому что вся, так сказать, моя подготовка, а как актера была, подготовка как театрального актера. Я знал, как репетировать. Столько-то репетируешь, всю пьесу знаешь наизусть сюда. Как распределиться в роли. Все знаешь. А в кино я там пришел сняться и попробовать. Я очень хотел сниматься. Это была такая детская мечта почти. Ну, хотя вообще я был уже взрослым человеком. Ну, и там я почувствовал, что вроде это не настоящее то, что я могу делать. Я вроде исполняю какие-то задачи. Исполняю. Ты посмотри сюда, ты поверни сюда, ты входи в кадр, выходи с кадра. Это мне было такое ощущение очень неприятное. Но это были первые фильмы. Но когда я снялся уже в четвертом фильме, никто не хотел умирать, я, может быть, уже понял кое-что, что в кино. Я уже чему-то научился. А потом уже с режиссером Жолокевичем я снимался у него уже. Это был уже третий фильм совместный с ним, как актеру у режиссера. И там уже было, я чувствовал, там уже неплохо. Были сцены, где вот были такие моменты, где я вроде забывал и камеру, и режиссера, и всю группу забывал. И играл так, как можно играть уже и на сцене. Конечно, это не могу сказать, что я не потерял, не лишился этих ощущений, где как, что, камера стоит. Все это работает. Все-таки где-то... Еще чуть-чуть такой. Да. Но все равно отношения человеческие, вот текст, который ты говоришь, смотришь в глаза, это уже было самое главное. И где-то камера уже как будто бы забывалась. Ну вот сразу после фильма «Никто не хотел умирать», меня пригласил сняться в фильме «Береги с автомобиля» режиссер Рязанов. Но роль маленькая, но для меня она и так и осталась очень дорогая роль. Все деньги одними рублями. Не мешайте меня, а то я буду начинать сначала. Все. А все-таки почему у вас все деньги одними рублями? Это что-то подозрительное? Нехорошо. А вы что? Прокурор. Я не спрашиваю, откуда эта машина, почему нет документов. А я могу сказать откровенно. Я угнал эту машину. Могу рассказать, у кого и за что. Я тебе тоже могу рассказать откровенно. Я пастор. Эти рубли, пожертвования, ему. Ну, осталось немножко. И вы верите в Бога? Все люди верят. Одни верят, что Бог есть. Люди верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Будете пересчитывать? Буду. Ну, а после этого фильма еще прошло некоторое время, и меня пригласили сняться в фильме «Мертвый сезон». Режиссер Кулиш, Савва. Очень было приятно с ним работать. Как-то не ожидал, потому что для меня был режиссер только Жалакевич до этого. Ну, немножко Рязанов. И вдруг я встречаюсь со всем молодым режиссером. И как-то думал, ну, как мы там будем работать. Хотя у меня был театральный опыт, а в киноопыт еще небольшой. Но вот эту работу я тоже вспоминаю с большим удовольствием. Режиссер, он своеобразный режиссер, Савва. Потому что он как раз именно вот с актером очень много работает. Очень много работает с актером. И мы долго искали вот средства урожения, вот найти этого человека, его мир, его внутренний мир, его мировоззрение, его и одиночество. Ну, я думаю, вы знаете, что я там не думал столько об сюжете, сколько об этих ситуациях, в которых попадает вот этот человек в этих сложных, трудных ситуациях. И как он достойно должен пройти. Конечно, это не легкомысленный человек. Потому что у него там и в душе, и в голове очень много сложностей. Очень сложно это надо все, так сказать, пережить. И скрывать надо. Ну что ж, мраво. Пока все идет нормально. Вы просто Качанов, Эдмонкин старший. Ну, полный он, Константин Тимофеев. Что вы? Тем паче, что результата-то никакого нет. На другой день вечером он приходит, небрежно, знаете, фотоским тоном, заявляет, что Хас укатил куда-то на край света, чуть ли не в Южную Америку. Когда будет, никому неизвестно. А вы, говорит, если очень торопитесь, можете передать документы через моих друзей. Еще жалует, что дорого. А что же вы думали? Видимо, они там с Хасом посоветовались и решили не рисковать. Это один вариант, а другой... Если Хас вас где-нибудь видел, что-то заподозрил. Или даже узнал. Недаром же Гребан так к вам привязался. Нет, нет, это уж вы поверьте, моя актерская интуиция. Я же чувствую партнера. Гребану ничего в голову не пихает. Уж будьте уверены. Во всяком случае, обо всем этом Гребану больше ни слова. А может сказать ему, что у меня есть другой покупатель? Ни в коем случае. Не надо суетиться. Работа разведчика, должен вам сказать, требует большого чувства собственного достоинства, терпения. Вот увидите, они сами долго не выдержат. Подождем, пока они сделают следующий ход. Подоспокойно. Продолжайте пить с Гребаном пиво. А вы знаете, что такое цирроз печени? Первый раз слышу. Так вот, эта очень опасная болезнь я набывает при злоупотреблении алкоголем. Вместо этого черного пива просто душу воротит. А вы попробуйте перейти на светлую. Не могу. Сродство душ. Просто сил нет. Солдат. Учись свой труп носить, учись не спать всегда. Свой черный кофе пить на узком фитиле. Слушайте, я не понимаю, как вы можете смеяться в таком положении? Ведь все летит к черту. С этими собачниками идиотскими, на которые мы ухлопали столько времени, ничего не вышло. На старинную музыку вас тоже плевать хотел. Могу вас совсем расстроить. С часами тоже ничего не вышло. Антиквар не взял? Нет, первый тур как раз прошел нормально. Приглашение на аукцион. Уникальные старинные часы по дешевке. Отличная миниатюрная передача гордость нашей фирмы. Ну и что? Ну, антиквар купил. Выставил в витрине. И все на этом закончилось. Ни одного человека в городе это не взволновало. Как вы спокойны. Как вы убийственно спокойны. Ведь время-то идет. Время. Я не сплю. Знаете, я уж давно не сплю. Иногда мне приходит в голову, что все это началось. Я боюсь сойти с ума. Послушайте. У меня есть опыт. Я сапер. Я полвойны занимался этим. А может взорвать этот центр к чертой матери и закончить эту историю. Терять мне нечего. Я не Качалов. И мне не Кин старший. Все-таки, если меня сюда привезли, я должен что-нибудь сделать. Ну, неужели вам хотя бы не страшно? Я никогда не думал, что у актеров так развито чувство здравого смысла. Вы думаете, что в работе разведчика все можно планировать? Константин Тимофеевич. Вы, случайно, не были в партизанах? Нет, не приходилось. А на каком фронте вы служили? Я при главном штабе служил. Шифровальщиком. Кто там вас заправлял? Генерал Гальдер. А потом Йодли. Я ведь при немецком штабе служил. А дома в Москве идите одни с женой. Безобразничает, уверяю вас. С праздником, Иван Павлович. С праздником. Товарищ старший лейтенант запаса. Солдат. Учитывая ваши незаварядные заслуги перед советской разведкой, а также образцовую выдержку и безупречное самовладание, награждаю вас к празднику этими замечательными часами. Тем более, что неблагодарный доктор Рихард Хасс ими все равно пренебрег. Командование благодарит вас за отличную службу и подчеркивает, что часы эти должны находиться при вас постоянно, днем и ночью. В баре, в ванной, гостиной. И так далее. Спасибо. А здорово мы погорели. И с Орелли у нас ничего не вышло. А почему? Человек работает в фармцентре. Где-то рядом с Хассом. Не в родах собственной совестью. Нет, Торелли выпускать нельзя. Послушайте. А может быть, в этом городе вообще нет Хасс? Может быть. Но я хочу еще сказать. Хорошо, так-то мертвый сезон, конечно, был, ну, все равно, современник. Более-менее мы видим. Но я очень удивился, когда меня пригласил Козненцев сняться в Короле Лире. И еще предложил роль Ольбани, который, на мой взгляд, когда я прочел, и я знал, конечно, но еще раз прочел Синай, я подумал, что это старик должен быть. Ну, такой слабой воли. А вот Козненцев, это тоже гениальный режиссер, безусловно, что он, у него по-новому все это показалось. И он мне предложил совсем другую трактовку. Я сначала даже не мог понять, как это текст-то такой. Играть надо иначе совсем. Ага. Ну, потом понял, потом уже понял. И когда мы стали работать с ним, я уже понял, что он хочет. Он обобщал вот это, ну, такое, значит, сопротивление. И сначала, значит, он не сопротивляется. Он как бы принимает зло мира, как должное. Точно, точно. Да, как должное. Ну, не потому, что он слабо слабый, а потому, что он не хочет вот в этой грязи участвовать. Участвовать. Все. А потом пытается переломить самого себя, и мир заставляет его вступить в это, да? Да, да, да. Вот это такая трактовка мне потом очень понравилась. Сэр, вы сегодня выказали храбрость. Вам улыбнуло счастье. Враги у вас в плену. Мы требуем их выдать. Чтоб воевать, я должен быть в ладу своей совестью. И мой противник французы, а не король. Я нужным счел больного короля по сражу отправить в заключение. Он трогает чувствительность, солдат. И это жалость может подорвать повиновение. Спокойнее. Простите, сэр, я вас считаю подчиненным, а не равным. Смотря по титулу, какой я дам ему сейчас, он полководец мой и в битве представлял мою особу. Не хлопачи. Его и так заслуги возвысили без помощи твоей. Но я его поставлю рядом с вами. Особенно, когда с ним вступишь в брак. Насмешники хорошие пророки. Но это предсказал плохой пророк. Боитель мой. Будь мне и господином, и супругом. Так он тебе и будет. Помешать такому шагу ведь не в вашей власти. Но и не ваше. Бей сбор и объяви о нашем браке. Стой! Тебя я арестую. Ты, Эдмонд, виновен в государственной измене. Сестра, я должен ваше притязание отместь как опекун своей жены. Оно уже помолвлено с милордом? Фигляшство. Глостер, ты вооружен? Вели трубить. И ежели на вызов никто не выйдет доказать мечом, какой ты лжец, преступник и предатель. Вот мой залог. Мне дурно. Дурно. Это и понятно. Вот мой залог. Если кто-нибудь осмелится сказать, что я изменник, золжет он как последний негодяй. Эй, глашатый! Героль, сюда! Труби, Героль, ты огласи вот это. Еще раз мне пришлось встретиться с Донатусом Банюнисом на работе, когда Григорий Михайлович Козинцев снимал короля Лира. Ну, как известно, король Лир перенаселен довольно погаными людишками, так сказать, которым противостоят немногочисленные люди добрые, в том числе, пожалуй, самый добрый, это добрый, принципиально и, так сказать, идеенно добрый человек, это Герцог Ольбинский. Вот именно на эту роль был приглашен Донатус Банюнис. Причем, если меня не изменяет память, он был приглашен на эту роль даже без проб. Это был тот его звездный час, когда он, как говорили в одной газете, в одно утро проснулся знаменитым после успеха фильма «Мертвый сезон». Ну, мне кажется, что в данном случае выбор Григория Михайловича был очень точный. И Донатус Банюнис оправдал надежды режиссера. Донатус Банюнис занимает одно из первых мест среди литовских и вообще советских актеров и заслуженно занимает это место. Потом, вы знаете, есть еще одна вещь. Вот есть актеры, которых снимать трудно и неинтересно. Есть актеры, которых снимать интересно, но трудно. А вот Донатус Банюнис принадлежит к тем актерам, которых снимать и легко, и интересно. Донатус, я думаю, что много чего вы достигли, вы достигли и благодаря своему учителю Мельтинесу, и благодаря тем людям, с которыми вас сводила судьба. Кто вам из них был в этом смысле более дорог, более близок, скажем так? Настолько много я партнеров хороших актеров встретил, талантливых, умных, что их перечислить это невозможно. Но если уже с первых, так сказать, ролей в театре, так это весь коллектив. Ну, а уж в кино, если говорить об актерах, Несса с Мактуновским приходилось сниматься по фильме «Береги с автомобиля». Потом были у меня большие актеры в фильме «Гоя». Были очень хорошие партнеры в фильме «Мертвый сезон». Когда партнер относится к тебе так, ну, доброжелательно, очень это хорошо помогает. Особенно я хочу выделить актрису Ангелину Степанову, с которой я снимался в фильме «Бегство мистера Маккинли». Мы много говорили, разговаривали не только об этом фильме, но вообще о жизни. Донат Собиньониса я, конечно, хорошо знала уже как актера кино и как актера, который работает на сцене, потому что я видела его во время его гастролей у нас в Москве. И вот пришло время, когда нам можно было познакомиться. Это были съемки фильма «Бегство мистера Маккинли», где он играл центральную роль. У меня была хорошая очень роль, в которой мы встречались в больших трех сценах, и работа была серьезная и большая. Мне, конечно, было очень интересно работать с таким актером и узнать, как он работает и что это за человек. И вот стояло знакомство. Что я вспоминаю с большой радостью? Во-первых, эта работа была очень увлеченной. И я была увлечена своей ролью, и Донатес был увлечен своей ролью. А это большое, большое, большое значение имеет для совместной работы. Что интересно, и что, мне кажется, вот дает возможность говорить о том, что Донатес Банионис актер, который будет еще нас радовать много своими новыми и ролями в кино и на сцене. Это большая требовательность к себе. Помню наши репетиции, насколько он был внимателен, насколько он, прислушиваясь к рисунку режиссера, в то же время как-то переваривал это на свой манер. Как-то задумывался, как исполнить рисунок режиссера, вложив в него свои какие-то мысли, свою фантазию. А фантазия у него была очень богатая. вот съемка идет. И съемки у нас там были трудные, потому что они были по ночам. Нужен был пустой город, сцены происходили на натуре, и поэтому это, конечно, было сложно, потому что подготовка в сцене была днем, а ночью надо было сниматься. Вспоминаю и съемки, и репетиции как большую актерскую работу. Банионис обладает от природы прекрасными качествами, необходимыми для большого актера. Это обаяние, заразительность, это то, что дается от природы, но, конечно, все эти качества надо нажать, надо работать. Как говорил Станиславский, знаете хорошенько свои достоинства, пользуйтесь ими, природа вам их дала, но хорошенечко еще раз напоминаю вам, думайте, думайте о своих недостатках. Вот искоренять свои недостатки, идти вперед в искусстве, мне кажется, что это свойственно Банионису. Необычайно мягкий и веселый человек, добродушный, относящийся ко всем с неизменным уважением, элегантный, такой, я бы сказала, подтянутый всегда, необычайно какой-то, я бы сказала, и улыбчатый, и то в нем еще какое-то свойство, которое, сейчас даже слово, по-моему, это редко упоминается, в нем была какая-то застенчивость, это какое-то такое мужское качество, почти редкое, но необычайно обаятельное. Каранжан, пожалуйста. Можно? Я не запомню такого тропического августа. Хотя, впрочем, у нас на юге в детстве бывало и не такое пекло. Зато, наверное, будет ранней дождливой осень. Вы сидите на самом выгодном месте во всем кафе. Ведь отсюда лучше всего наблюдать несчастные случаи. Да? Да. По городской статистике, большинство из них происходит именно на этом перекрестке и в этот час. А по отзывам одного знакомого репортера, перед вами наиболее богатые происшествиями в перекрестках в мире. Молодой чиновник старуху угробил. Она брала вещи у нищих в заклад. Ну, сейфы набила до отказа, а ему как раз сравнительно немножко не хватало. Ну, старуху-то не жалко, она рвань. Да. Укрепил топор в петле под мышкой и отправился к ней с визитом. В наше время с топором это единственный шанс сойти за сумасшедшего. Кстати, третьего дня здесь произошло милое столкновение трех автомобилей. И много крови было? Это было ужасно. И по моим наблюдениям кровь поразительно медленно сохнет. Даже в такую погоду. Вы наблюдатели. Советую вам сообщить о вашем открытии в обществу любителей живой природы. Да, Я не люблю, когда говорят об актере, что у него есть какая-то тема. Обычно это сужает только диапазон артиста. Но все-таки у всякого большого художника, у всякого большого артиста есть некое послание к миру, с которым он обращается. И это послание можно проследить в разных его ролях. В самых разных, положительных, отрицательных, современных и классических. Каково ваше послание к миру? Что вы хотите сказать людям своим творчеством? И что вы хотели им сказать, если оглянуться в прошлое и задуматься о будущем? Ну, может быть так, что человек этот, это очень сложный организм, как говорится. Очень сложное существо. Вот это я хотел сказать. Что в нем есть все. И надо по-человечески, так сказать, понимать человека. Есть в нем и зло, есть и добро. Вот в разных ролях я как-то, самое главное, раскрыть, что такое человек. Что это такое человек. Какой внутренний процесс происходит в человеке? Нет вообще. Что это такое? Из чего он состоит? Из чего он состоит? Вот это, мне кажется, очень интересный, как сказать, процесс. Раскрыть человека. Конечно, я как художник, я как человек, я позицию свою занимаю. Если это, на мой взгляд, положительные черты его, я их как-то... Пытаюсь выявить крупнее. Точно. А если я считаю, что это персонаж, ну, как отрицательный, который мы должны, ну, эти, ну, явления человеческие искоренить, это, конечно, я по-другому это подаю, это есть, и сатира там, ну, можно, нужна, есть ли какие-то показать. Это уже моя позиция. Не оправдать зло. Это моя позиция. Так... Тогда давайте говорить серьезно. Я не хотел этого, но после такого искреннего повествования Лаговской, после столь страстной Филиппики Юлии Григорьевны, я вынужден. Предположим, все обстоит так, как вы сказали. Хотя, с моей точки зрения, у нас нет никаких оснований бить в набат по поводу безнравственности наших школьников. Но, предположим, что же вы предлагаете? В чём панацея от всех бед? В чём? Уроки нравственности. А все остальные уроки? Они что же, смею вас спросить, безнравственные? В этом основное ваше заблуждение, Соли. В советской школе каждый урок – это, прежде всего, урок самой высокой нравственности. Этим школа наша была всегда сильна, есть и будет. Вы противопоставляете вашу методику самым лучшим, самым живым традициям нашей школы. Я никогда не смогу с этим согласиться. Но Логовская не противопоставляет уроки нравственности другим урокам. Они вводятся как дополнение, как помощь. Я так понял тебя, Соли. Я лишаю вас слова, Набоков. Хорошая у вас работа, Соли. Нужная, умная. Вы ударили в больное место. Подчас и взрослые люди не понимают, что срывать плохое настроение на другом нехорошо. Навязывать другому своё понимание и свои оценки неуважительно. Что зло обязательно порождает зло, злобность и отчуждение. И не бесследно. Что добро нужно уметь делать без расчёта, без корысти. На то оно и добро. Иначе это уже совсем по-другому называется. По-другому. Вот-вот. А мы вместо того, чтобы помочь Логовской, я не помогаю. И не помогу. Запомните, Юлия Григорьевна, не помогу. Можете называть меня ретроградом, как вам будет угодно. Но в моей кафедре не будут защищаться работы, порочащие опыт советской школы. Вам это кажется устаревшей. Вы полагаете, его можно выбросить за борт, а я, извините, не согласен. Воспитанники нашей школы победили фашизм. Построили всё, чем гордится Родина. Я сам прошёл войну. Я сам учился в советской школе, и поэтому не позволю. Вот Николай Иванович прочёл диссертацию Логовской, и у него сложилось точно такое же мнение. Ну, при чём здесь война и Николай Иванович? Николай Иванович, заместитель начальника главка министерства. Я прислушивался и буду прислушиваться к его мнению. Для меня ещё есть авторитеты, Ольга Ивановна. Я не стыжусь этого. Не стыжусь. Как много слов. Как много красивых слов. А вот час тому назад, когда Виктор Николаевич беседовал со мной наедине, всё было очень просто. Он предложил мне поменять научного руководителя и пообещал, что после этого работа сразу будет представлена к защите. Как вы сказали? Да вам, в сущности, всё равно, о чём написана моя работа. Вы сводите счёты со Строумовым. И это понимаю не только я, а, очевидно, все присутствующие. Вот, это за всё, за всё. Да какое вы имеете право так разговаривать с заведующим кафедрой? Какое вы имеете право посвящать нас своей нечистой домыслой? Совесть у вас есть? Где вы воспитывались? У меня совесть есть, Анна Павловна. А вот у Виктора Николаевича после нашего сегодняшнего разговора я в этом не уверен. А! Я думаю, что для меня самое главное раскрывать, раскрывать человеческую сложность. Почему человек такой? Что в нём творится? Давайте подумаем. Вот и раскрыть его. Раскрыть его причины даже, почему он делает зло, почему он делает добро, почему он так поступает. Никто не знает. Иногда действительно никто не понимает, почему человек так поступает. И вот, может быть, мне, как актёру, хочется иногда раскрыть вот эти причины его поступления, чтобы люди... Я не хочу сказать, что искусство учит. Это, может быть, слишком было бы... Просто. Нет, нет. Ну, где-то и учит жить. И учит жить. Как всякий подлинный художник, Донатас Банионис скрупулёзно исследует секреты творчества, стремясь постичь то, что постоянно ускользает от окончательного постижения. Искусство — это тайна, говорит Банионис, и ему важно хотя бы отчасти раскрыть её, понять, как жизнь, её проблемы, её боли, тревоги, её свершения притворяются в искусстве, обретая новое бытие. Наверное, поэтому столь важную роль в его биографии сыграли два кинофильма, где он должен был воплотить двух гениев мировой культуры — Гоя и Бетховена. Обе картины были далеки от совершенства, но они очень многое дали исполнителю заглавных ролей. В них воплощалась его мечта о герое. Пусть уж сидел бы он там, где сидел. А всё ты, всё твои затеи. Теперь придётся выслушивать поучение этого сухаря. Ну, чё ты злишься? Ну, все его рассуждения о Зевсе, Давиде очень спорны. Вы всё-таки знаете, что? Он прав насчёт политики в искусстве. Я с ним согласен. А в лошадиные задницы ты тоже её вкладываешь в политику? Испанский Давид! А что, что, что? Ты, а не я, испанский Давид, тебе как раз только таланта и отпущено. Я скажу вам одно, Дон Франциско, я скажу тебе Пако. Скажу, господин придворный живописец, член Академии. Он прав. Ты же молюешь вывески. Талантливо молюешь. Жаскни свою поганую ладку. Ты мне расстрой глаза. Полюбуйся этим дерьмом. Впрочем, твой друг годой будет доволен. Он такой же спесивый индюк, как и ты. Словом, что барин, что локей. Еще слово, я тебя вышпырну отсюда. Не надсаживайся, я еще не все сказал. Поскольку ты лжошь талантлива, ты куда опаснее всех других. Вон, чтоб я тебя больше не видел. Вон! Все придется до конца, выслышат меня. Ну что ж, понимать-то я буду... Ну что ж, Уходи, совсем уходи Более сорока лет Бнионис работает в театре Почти четверть века снимается в кино и на телевидении Разные роли, разные предлагаемые обстоятельства, разные герои Но всегда в творчестве этого большого художника ощутим нерв времени Проблемы, поиски, мечты современников В его героях ощутимо утверждение добра Всего того, без чего не может жить человек на этой земле В нынешнем мире, полном тревог и надежд Субтитры создавал DimaTorzok